Добро пожаловать в новый влог, рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня внезапно для самой себя приглашаю вас в очередное наше небольшое путешествие, мы едем в Санкт-Петербург. В этот раз мы будем жить не в центре города, мы уедем за город на дачу к нашей подруге. И вам в видео сегодня я покажу такой формат именно питерской дачи на северо-западе. Эта дача находится недалеко от финской границы и здесь типичная, скажем так, природа для карельского региона. Сосны, камни, озера. Мы добрались до Питера, приехали на дачу к нашей подруге и вот теперь идем купаться на озеро. Здесь совсем новый коттеджный поселок, поэтому здесь в основном стройка везде, но наш домик, вон он там, достроен. Я тут, видите, маму чужого ребенка сегодня иду, сторожу, попросили меня с ним посидеть, пока мама купается. Ну что, я всегда рада помочь. Вот такая у них здесь дорожка к пляжу, озеро и, собственно, вдоль озера вытянулся пляж. А вот здесь, где деревья, это все чьи-то участки, здесь в скором времени будут построены дома. Видите, уже все вырубают. Ну, много работы, конечно, но не все подряд вырубают, а только те места, где будет фундамент. Я вообще очень люблю купаться. А потом еще потом Катя приедет, вообще ничего не успеешь. Вот оно, озеро, пляж. И, видите, огороженный участок. Здесь вот только что построили, видимо, новый дом. Там еще видно, что даже мебели нет. И если говорить о доме, я бы, конечно, хотела какой-то вот подобный вариант, чтобы это был новый дом, да, абсолютно. Свеженький, чистенький, аккуратненький. Ну, в каком-то подобном месте. Ну, разумеется, это немножко такая тяжелая, напряженная финансовая обязанность. Поэтому пока я просто любуюсь, присматриваюсь, какие варианты мне нравятся по архитектуре и так далее. Хотя меня все время бросает то в сканди, то в какую-то американскую такую, знаете, архитектуру с террасами и так далее. Ну, в любом случае, это прекрасно. Мы остались одни, все наши уехали. Вот вышли прогуляться, посмотреть на вечернее озеро спокойное. Мне очень нравилось просыпаться по утрам, открывать шторы и видеть перед собой вот эту вот зеленую стену леса. Вообще, моему сердцу не нужны ни клумбы, ни огороды, ни парники. Я совершенно к этому равнодушна. Вот когда есть лес, мое сердце радуется. Кстати, ни комаров, ни слепней, никаких-то противных мошек, ничего такого не было. Чуть-чуть вот буквально летали мухи и чуть-чуть комары, но не критически. А, давай отстань, пожалуйста, от меня. Еще раз. Парень, а. Завтра какая-то. Я не барень, я плантатор, я уже сказала. Вакамоле заграничный. Вот. Кофе опять же. Я же говорю, не чай в блюдечке, а кофе в чашке. Значит, я плантатор. На банановой роще. Бананы – это сытно и вкусно. Кстати, посмотрите, у меня новая кепка. Такого приятного розового цвета. Попросила тему мне прикупить, потому что не всегда удобно в очках. Бывает такая погода, когда в очках темно, а без очков никак. В общем, теперь у меня есть кепка. К моему цвету кожи хорошо подходит. Я, знаете, хотела вам показать, что есть у ребят на участке. У них здесь около дома высажен такой цветник, скажем так, клумба. Это все посажено, по-моему, у них был дизайнер ландшафтный и растение, и все это продумано. Вот здесь такой низкорослый кустарничек, видите, он как бы стелется по земле. Здесь же вот эта вот такая стружка. Очень уместно смотрится, поскольку все-таки северная природа, и здесь лес. Ну вот на этих кадрах конкретно эти самые березы, но в основном здесь сосны и ели, поэтому смотрится очень уместно. У них здесь, посмотрите, два кустика. Что это, я не помню, вряд ли клюквы, может быть, брусника какая-то или что-то такое. Ну, представляете, прямо на участке вот у них здесь газончик и сразу ягодки. Детям, мне кажется, очень прикольно ходить, смотреть, что выросло. В этой же хвойной группе есть вот такой низкорослый куст. Елочка, которая наверняка в будущем зимой будет выглядеть очень эффектно, знаете, такая заснеженная. Ну, еще всякие разные кустарники. Вот это вот у них пионы. А вот здесь вот окно в гостиную, и, соответственно, стоит диван, камин и вот такая прекрасная елка. Супер просто. А еще я тут прошлась по участочку у них. И поскольку на самом деле это в сущности лесная территория, то, соответственно, здесь и флора лесная. Я вот нашла из того, что я люблю, я обычно, знаете, сразу по еде нашла землянику. Каждый раз, когда я сейчас уже в современности нахожу какие-нибудь такие штуки типа земляники, я обалдеваю. Просто у меня восторг, я счастлива, потому что, ну, это такая редкость в городе, какая земляника в Москве, сами понимаете. Вот ягодки такие уже красивые. А план у нас такой. Мы, наверное, не наверное, а точно мы сейчас едем в Сосновый гор. Сосны – это мои любимые деревья. Я бы хотела, чтобы у меня дом был в Соснах. Говорят, что там очень красиво. Вот поедем, оценим, посмотрим, погуляем, подышим свежим воздухом. Вообще, если посмотреть на эту местность на карте, то мы увидим, что вокруг здесь сплошные зеленые леса, они совершенно нескончаемые, они как настоящие моря. И что мне очень понравилось в этом месте, что несмотря на то, что здесь много коттеджных поселков, много дач и вот этих вот дачных кооперативов, все они как будто бы спрятаны в лесу, их совершенно не видно, если не знать, что их здесь много, даже сразу и не поймешь. И вот мы, когда с Темой выходили на нашей лодочке, я вам дальше во влоге покажу, на середину озера, то с берега дома практически не видно. И это очень приятное ощущение, как будто бы ты находишься наедине с природой, но в то же время понимаешь, что рядом все-таки есть другие живые люди. И это тоже лично для меня приятно. Это такой маячок безопасности. Лесника встретила какого-то. Ходит, проверяет владение. В этом лесу очень много черники. Кстати, пару лет назад, когда был ковидный год, мы буквально вот в, наверное, километрах, ну, может быть, в 30 именно от этого места снимали дом загородный на месяц. Я там ходила вот в подобный лес, но все-таки 30 километров это немного, да, по ландшафту. И я тогда собирала очень много черники, замораживала ее, и нам хватило на всю зиму. Кстати, я очень люблю собирать чернику. Но сейчас не собирала, она еще молоденькая, ей еще нужно поспеть. Нашла у ребят на даче вот такую вот гимнастическую ленточку. Мне она очень понравилась. Подружка сказала, что заказывала на Вайлберис, и я нашей дочке тоже такую же заказала, только синюю, потому что она у нас большая любительница синего. Мне кажется, ей понравится. Так что вот можете обратить внимание. Ну и что просто замечательно в этом нашем отдыхе, так это то, что помимо того, что мы очень хорошо отдохнули на природе, нам повезло с погодой, мы жили совершенно недалеко от Питера, ну, примерно в полутора часах езды, все очень сильно зависит от пробок в том направлении. Мы покатались по городу, встретились с друзьями, конечно же, зашли к бабулечкам, к дедулечке, к моим, провели замечательное время. Для меня, знаете, вот честно говоря, в отпуске это максимально такое идеальное сочетание всех возможных видов отдыха, да, когда ты и вкусно поел в ресторанчике, и пообщался с родными, и с друзьями, и посмотрел на родной город. В общем, я именно от этого формата осталась в восторге. И я даже подумываю, что, возможно, в следующем году, если ситуация не стабилизируется, я буду на полном серьезе рассматривать вот такой вот вариант дачи под Питером, потому что все-таки, как бы там ни было, наша семья, она из Питера, да, в основном у нас весь круг общения там, и если мы, допустим, уезжаем куда-то на море или в другую страну, то мы автоматически отрезаем это время для общения с родными и друзьями. А для нас все-таки это приоритет и сейчас, и был всегда, поэтому вот я, да, думаю, что, наверное, в будущем мы так, возможно, поступим. Плюс отдых с Катюшкой, это тоже своеобразный отдых. Я, честно говоря, ну, раз уж мы сегодня говорим об отдыхе, хотела бы поделиться с вами такой мыслью, что я не сторонница отдыхать с ребенком где-то, скажем так, где-то, где нужно потратить много денег, да, где-то там на море, куда-то далеко лететь, отели, еда. Я не считаю, что это оптимальное соотношение финансовых затрат и того уровня отдыха, который ты получаешь. Да, я знаю, что многие любят возить своих детей на море, и если есть такая возможность, это просто замечательно, но вот в нашем случае мы Катюшку отправили на, казалось бы, на север к бабушке и к дедушке, я считаю это время не менее качественно проведенным с ними, наедине, да, без нас в спокойной домашней обстановке, чем вот если бы мы ее потащили на какое-то море. Вот, да, такая вот у меня есть мысль. Это один из наших завтраков на террасе. Вообще, должна сказать, что мне очень понравилось жить на террасе. В доме мы только ночевали. Завтраки, обеды, ужины все на террасе. Отдых, чтение, работа, фильмы, например, мы смотрели с Темой. Это тоже все было на террасе, мы даже не заходили в дом, и погода совершенно никак нас не пугала, ни дождь, ни ветер, потому что было, правда, очень комфортно, и прямо удивительно, честно вам скажу, для Питера. Я вот здесь в столстовке, но это в большей степени для уюта, чем для тепла на самом деле, и я продолжаю читать Анну Каренину в эти дни. Я вообще люблю перечитывать Анну Каренину летом. Люблю там линию Левина, не Анны, а именно Левина, где он в деревне рассказывает о деревенской жизни, об устройстве хозяйства крестьянского и так далее, и тому подобное. А тут я уже после обеда решила немножечко прогуляться, осмотреть территорию. Вы знаете, у нас тут режим как в санатории, как у маленьких детей. Еда, чтение, дневной сон, еда, прогулка. Гуляю здесь на участке, и представляете, что нашла. Во-первых, нашла еще землянику, и вот кое-что. Прямо на участке растет гриб. Ну, вообще, Катя, наша подруга, говорила, что у них тут и на газоне грибы встречаются, и где они только не встречаются, причем бывают даже очень и хорошие, чистые. Их можно, в общем, взять, спокойненько съесть, было бы желание. Вот, так что представляете, какая красота. Такой лесной участок. Настоящая Скандинавия. Очень, очень близко моему финно-карельскому сердцу. У меня, кстати, есть финно-угорские корни, представляете? Так что такая природа у меня где-то в генетической памяти. И еще у ребят здесь черничная плантация, тоже прямо на участке, собственно. Вот газон, и вот она черничка. Прям суперклассно. Можно, так сказать, на завтрак себе собрать и съесть с молоком. Он там какой жирненький кустик. Я, кстати, на днях позавчера, получается, позавчера в первый раз каталась на сабах, на сабе по озеру. Была приятная погода, не было сильного ветра, и мне очень-очень понравилось. Вообще-то я вставала на серфинг, когда мы ездили на Бали, и мне очень тоже понравилось. У меня получалось все, что по доскам, это я. В детстве я каталась на скейтборде, потом... Ну, вот у нас сейчас с Темой сноуборды есть, мы катаемся на сноубордах. Так что теперь в моих досках есть еще и саб, хотя он надувной. Вот, так что, как вы понимаете, у нас такое время делать нечего, поэтому я просто хожу, показываю вам всякие наши делишки. Мужчина в естественной среде обитания, за грилем. Мы тут нашли в холодильнике сосиски, хотим их на ужин пожарить. Вот, сейчас Тема огонь сделает, и я ему помогу. Красота. Хочу вам показать чашечки, которые есть у нашей подружки. Видите, чашки для круазет. Я их видела в Стокмане, в Оливер и Вильямс, всю посуду для круазета. Мне всегда было просто интересно посмотреть, как она выглядит в быту. Вот, и наша подруга, она, в общем-то, не то чтобы какая-то сильно аккуратная, знаете, для нее вещи это точно не ценности, вещи это вещи. Вот, поэтому она никаким образом специально эти чашки не обрегает, и вот так вот они у нее выглядят. То есть, это верхняя, ну, здесь явно какая-то эмаль, наверное, да, какое-то покрытие есть защитное. Вот, оно стирается, и плюс, видите, здесь вот ручки тоже немножко отошли. Но, скорее всего, она моет их в посудомойке. У нее две такие чашки, они примерно в одинаковом состоянии. Так что вот вдруг кому интересно было, как выглядит дорогая довольно керамическая посуда при не очень аккуратном использовании, вот так примерно. Готовлю ужин. У нас будут обычные сосиски, которые мы раздобыли в холодильнике на гриле. И вот наша с Тёмой любимая закуска, шампиньон. Ну, конечно, лучше, чтобы он был посвежее, побольше. Ну, это то, что мы нашли в холодильнике. Немножко специи, соль и перец, и сливочное масло. Все это заворачивается вот так вот фольгой, и получается прямо объедение сочное и сытненько на самом деле. А, вот соль и перец я использую вот такие вот. Это, по-моему, финское что-то. Мы просто на самом деле находимся недалеко от финской границы. Ребята часто туда ездили. Вообще все питерцы часто ездят в финку. Раньше ездили. Вот, так что тут у нас такой полуфинский ужин. Идем, узнаем, как там дела. Купаться пойдем? Конечно, в лето доходше. Ну, не знаю. Я пойду купаться. Но ты не сможешь меня бросить. Пойду. Вот такой у нас получился скромненький, но вкусный ужин. Бум. Молодец! Круто! Круто, круто, круто. Рассказываю, как у нас проходит вечер. В общем, мы уже и поели, и посидели, и чай попили. И даже говорит Тема, что, мол, садись за руль, поедешь, покатаешься по поселку. Покатались на машине. Вот. Потом просто постояли. Потом автомобильное кресло Катюхина отфоткали. Хотим его продать, заменить. В общем, я Теме жаловалась, что я очень хочу покупаться. Что, наверное, это может быть последний раз вообще этим летом, когда предоставляется шанс покупаться. Вода теплая. На самом деле, на улице очень приятно. В общем, Тема очень сильно, видимо, за меня переживал. И он в итоге предложил накачать лодку. Ребята, такая резиновая лодка. Это не лодка, а как каяк называется. Такая длинная, вытянутая, узкая. Вот. Я говорю, ну, если накачаешь, давай. Вот. Так что я жду, какой будет результат. И если получится, то мы проедем кататься сейчас по озеру в закат на лодке. Вот смотрю я на Тему и вижу, что у него там что-то не получается. Долго он что-то там подбирает. Похоже, что либо насос не подходит, либо... Ну да, либо насос не подходит, либо насос не подходит. Так что вот не знаю. Ну, из этого и состоит наша дачная жизнь. Привет, булочка. Просто идеально. Ничего больше не надо. Вообще классно. Там мужчины ходят, у них стройка. Немножко реальности. А так нет. Так хорошо, чистенько. Я собрала все игрушки детские, так что газончик пустой. Хорошо. Все, мы выплыли практически на середину озера. В нашей лодке. Там вот у людей обычная лодка резиновая. А мы в такой маленькой. Мой помощник. Я штурман, а тема у нас гребет. Тут сиденье такое. Весло. Плывем, надеемся не перевернуться. Люди купаются, там вот пирс позади нас. Вот тут закат красивый. Больше спокойно. Почему-то этот пень запомнится. Зачеркнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными. И на все готов один ответ. А мы любили, а мы могли Свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, какие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Обратно в Москву мы возвращались по кольцевой дороге вокруг Питера. И в этот раз решили поехать через Кронштадт, чтобы прокатиться по дамбе. И я хотела показать ее тем зрителям моего канала, кто никогда не был в Питере или, может быть, плохо знает эту местность. Дамба находится в Финском заливе на западе от Санкт-Петербурга. И это такое сложное гидротехническое сооружение, которое защищает город от наводнений в современной истории города. В дни наводнений дамба закрывается, и тогда уровень воды в Неве не поднимается. Еще из интересного здесь есть вот такие вот знаменитые кронштадтские форты. Сейчас они, конечно, не действующие, но в прошлом это были военные защитные сооружения. Сейчас, по-моему, сюда на некоторые форты организуют экскурсии. Спасибо, что были сегодня со мной. Я очень надеюсь, что влог вам понравился. Приятного вам лета. Отдыхайте.